Казахстанцев среди погибших и пострадавших в результате разрушительного наводнения в Италии, по предварительной информации, нет. Об этом сегодня сообщили в МИДе. Страна сейчас терпит настоящее бедствие. Из берегов вышло более 20 рек в северных регионах. А все из-за проливного дождя. За полтора дня выпала полугодовая норма осадков. 13 человек погибли. То, что сейчас происходит в Италии, местные называют самой страшной катастрофой за последнее столетие. Мощные ливни, которые за полтора дня обрушили на страну полугодовую норму осадков, буквально затопили северные области. Под воду уходят целые города. Нарушено автомобильное сообщение. Дороги на глазах смывают мощными потоками. Больше всех пострадал регион Эмилия Романья. Из берегов вышли буквально все реки между северо-восточным побережьем Римени и городом Болонья. Вода пришла так стремительно, что многие даже не успели покинуть свои дома. Люди помогают друг другу выбраться из бурных потоков. Смертельными ловушками стали подземные этажи. Экстренные службы работают в авральном режиме, пытаясь вызволить оттуда жильцов. Город Чезена спасатели постоянно контролируют из воздуха. Там их ждут те, для кого единственным клочком суши стала крыша дома. По данным местных СМИ, без крови осталось около 20 тысяч человек. Есть и жертвы. Погибли 13 человек. Ливни обрушились на Италию после продолжительной засухи. И синоптики говорят, что в ближайшие дни дожди могут продолжиться. Власти призывают людей быть осторожнее. Мы не можем исключить вероятности обрушения берегов, как это произошло вчера. И продолжаем призывать жителей держаться подальше от рек. Не спускаться в подвалы и подземные комнаты. А тем, кто живет возле водоемов, нужно оставаться на верхних этажах. Под водой оказалось более 5 тысяч ферм, гектары, виноградников, садов, полей. Без электричества остаются около 27 тысяч человек. В целях безопасности отменен этап гран-при гонки Формулы-1, который должен был пройти в ближайшие выходные. Тонущий регион в Италии считается студенческим. Не исключено, что там находятся и наши соотечественники. Но пока никто из них в наш МИД не обращался. Среди погибших и пострадавших, по предварительной информации, казахстанцев нет.